я вам хочу показать как с помощью простого инструмента для поднятия петель он представляет собой тончайший маленький петлю ловитель с помощью которого можно поднимать при желании конечно даже небольшие петли на женских колготках можно выполнить очень красивую изящную отделку каймо которую я использовала в выполнении отделки тросиков которые мы вязали на мастер-классе и вот с помощью этого небольшого петлю ловителя мы с вами выполним этот красивый край отделки выполнять будем почтовые столбики с обвитием 8 раз приступаем выполняем одну, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую петли обвития перешагиваем через один столбик с накидом и захватываем нить и протягиваем ее вытягиваем наш столбик и получили очень легко почтовый столбик и поверьте это намного проще чем вязать почтовые столбики крючком раз два три четыре пять шесть семь восемь снова вводим крючок в ту же петлю подхватываем нить язычок захлопывается и тончайшие тончайшие наши обвития никуда не деваются провязываем петлю по высоте почтового столбика выполняем шесть таких столбиков раз два три четыре пять шесть семь и восемь захватили и протянули через все накиды на петлю ловителя и поверьте это значительно проще и быстрее чем выполнять эти же почтовые столбики крючком в итоге у вас не слетает нить и почтовый столбик получается легко и непринужденно с первой же попытки раз два три четыре пять шесть семь восемь обвитие выполняем не туго и тончайший петлю ловитель легко скользит пять раз два три четыре пять шесть семь восемь посмотрите какой аккуратно получился веер из почтовых столбиков и закрепляем пропустив один столбик или одну филейную клетку теперь провязываем этим же петлю ловителями три тончайших воздушных петли и закрепляем их в ту же петлю основания и получается очень изящная красивая тончайшая кружева далее повторяем раз два три четыре пять шесть семь восемь помогаем себе указательным пальцем правой руки удерживая столбики на петлю ловители снова пропускаем один столбик вводим петлю ловитель в вершину следующего столбика и протягиваем рабочую нить через все обвития вот таким нехитрым способом можно получить сложные почтовые столбики которые многие не берутся вязать из-за сложности их выполнения и действительно выполнять их крючком повторю нелегкая задача раз два три четыре пять шесть семь восемь так что немаловажно и что очень важно для тонких вещей чтобы почтовые столбики были действительно миниатюрными и изящными все восемь витков находится за язычком язычок опускаем после того как захватили нить и протянули ее через все витки и таким образом можно выполнить очень изящную отделку любого абсолютно изделия попробуйте это действительно легко раз два и три и в ту же петлю выполняем зубчик и вот наш фрагмент уже готов витков 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 может быть и больше все зависит от того какая высота почтового столбика вам нужна и вам требуется витки 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 этот пельс придерживайте петли обвития, они должны легко скользить по петлеу ловителю и не должны быть затянуты. Вязать такую кайму одно удовольствие. Под вашими пальцами, буквально у вас на глазах создается тончайшее, изящное, нежное чудо. И вот так это чудо выглядит с противоположной стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Более того, с помощью такого петлю ловителя очень удобно вязать мелкие цветы и листья, когда вам нужно связать действительно поистине тонкую отделку. И в итоге мы получаем вот такое украшение. Инструментов для поднятия петель. Подобных продается множество. Игла для поднятия петель. Они стоят очень недорого, диапазон цены достаточно широк. От 20 рублей и то 200. Вот такая игла. Но эта игла для поднятия петель, в отличие от этой, сделана из более мягкого металла. Такими иглами для поднятия петель я тоже пользуюсь постоянно, когда нужно заправить, особенно во время вязания каких-то элементов ирландского кружева, нити в плотную, тонкую основу. Это очень удобно сделать с помощью такой иглы. Эту иглу очень удобно вязать. Я их покупаю сразу по несколько, потому что, естественно, эти иглы для поднятия петель более хрупкие, чем иглы для вязальных машин. Но так как ими работать очень удобно, язычки у них периодически ломаются, поэтому, когда я делаю покупки в магазинах к рукоделию, покупаю обычно по несколько штук. Считается, что для того, чтобы связать почтовый столбик, требуется крючок с утолщением от головки крючка. Как видите, здесь утолщения нет, но тем не менее, почтовые столбики провязываются легко и изящно. Вяжите вместе с нами, творите новые красивые вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok